здравствуйте в этом видео я хочу показать что делать с геранию пеларгонии если она чахнет обратить внимание тут у меня куст достаточно дорогой сорт царская невеста пеларгония и у нее такая проблема началась в течение месяца было влазит новые листики они либо желтеют либо становится коричневыми либо чернеют в общем такая вот проблема новая листва вылезает и она сразу чахнет ну и растение не растет вроде у нее есть зеленые листья но это совершенно ни о чем растение в данном случае погибала и давайте с вами вместе поймем причину что с ней не так я ее поливала октарой думала какие-то насекомые завелись и надо ее бы подлечить но это не помогло поливала фитовермом тоже не помогло то есть никакие насекомые хотя люди говорят что на пеларгонии бывают клещи трипсы там еще что-то и я на самом деле ничего такого подобного на ней не видела и хотя у меня на антуриуме были клещи на герань они не переходят поэтому проблема оставалось посмотреть только грунт давайте с вами сейчас посмотрим вот грунт обратить внимание он весь покрыт плесенью эти вот это вот белая пелена это все плесень плесень когда появляется в грунте она разлагается и повреждает корни а так как корневая была больная повреждена то и не росли новые листики они начинали чахнуть кстати одна из проблем почему листва новая когда вылезает она чернеет либо коричневая либо желтеет это говорит о том что это проблема с грунтом видите весь грунт покрылся плесенью а чего это бывает как правило от органики если вы поливаете дома органическими удобрениями либо залили ваше растение либо грунт был некачественный тут вариантов много но в целом это чаще всего органика и так что делать в этом случае если у вас растение гнить начало именно корневая система на самом деле мало того и и просто пересадить новый грунт ее надо обработать обработать можно тремя препаратами в данном случае триходерма 3 грамма на один литр воды но я скажу так довольно слабенькое средство для больного чахнущего растения если вы хотите спасти то используйте всегда фитоловин она но она очень эффективная она мне помогло конце видео я покажу как я спасла свой кустик спустя полтора месяца он у меня жил выпустил много хороших зеленых листиков я покажу как это обработать фитоловином надо вот одну ампулу на 1 литр воды самое главное правильно его применять многие его просто льют и все но это неверно надо растение обработать больное абсолютно целиком то есть листву и корневую систему и лучше всего смыть всю эту больную грязь землю с пеларгонией поэтому мы будем обрабатывать кардинально есть еще такой препарат от гнили как фитоспорин помогает как правило от таких гнили как черная ножка но тоже вам скажу если растение сильно болеет у него там гниль прям кардинальная бывает серая глинь бывает черная глиль бывает вообще разных цветов гниль от зеленый белый желтый в общем в горшке вы можете увидеть как вот белую россыпь плесени да как зеленую красную всякое разные и я считаю что фитоловин это намного эффективное и сильное средство от гнили она кстати тоже помогает от черной ножки на черные ножки я его не пробовала не тестировала но производитель заверяет что он помогает от черной ножки поэтому если у вас проблемы есть черной ножкой для профилактики можете использовать и так нам понадобится всего 1 ампула вот видите обычно это средство продается двумя ампулами вам понадобится 1 на 1 литр воды разводите вот видите такая небольшая ампулка остальное все убираем триходерма и фитоспорин это скажу вам так средства годятся больше для профилактики то есть например когда мы говорим об огороде и у вас там развивается фитофтора то он они хорошо помогают предотвратить и также помогает предотвратить различные гнили у гераний или пеларгонии но так как мы не знаем когда нашу герань дома тем более появится это вот гниль поэтому вы выбираем такие средства более кардинальные более эффективные хорошо разводим и обмакиваем наше растение сверху и снизу не надо замачивать потому что средство очень сильное вот я погружаю листву так как я не знаю гниль если на макушке самого растения поэтому мы замачиваем все растение и также лучше всего промыть растение именно вот как грунт чтобы смыть вот лишние излишки вот этого вещества этого плесени этой гнили которая там появилась лучше всего убирать вот как можно лучше хотя корневая тут неплохая но растение стресса нет после того как вы убрали его с горшка да и повредили большую часть его корней сам куст рос у меня в двухлитровом горшке был достаточно пушный летом а потом вот раз и все вот видите плесень сверху белая плавает в общем как то вот так вот получилось возможно залила может и не залила сложно сейчас догадаться может когда осенью было холодно грунт загнил такое бывает вот смотрите спустя полтора месяца я его подкармливала о подкормках я расскажу чуть позже и посмотрите какой вот кустик уже пышный сейчас у нас появился самое главное на что мне стоило сделать акцент я сначала увеличила корневую систему данному растению так растение после пересадки очень сильно стрессует я использовала стимуляторы достаточно эффективные дорогие при этом чтобы они сразу стимулировали например если монокалий фосфат он в общем если растение стрессанула особенно после переезда монокалий фосфат действует не сразу то есть его можно удобрять две недели она эффект будет нулевой иногда растение настолько стрессует но она не не реагирует на фосфор тем более если дома у вас холодно то фосфор вообще не действует не всасывается растениями поэтому я использовала средства которые подействовали бы сразу на больное растение которое стрессануло также я собрала в тот же день черенок с этого растения очень маленькая 5 миллиметров укоренила его она кстати очень эффективно прижилось его кстати тоже фитоловине замочила а потом укоренила я даже не ожидала я вообще думала что будет черная ножка он смотрите ка прижился и за полтора месяца вот как вот подрос хорошо достаточно растет никакой вот новые листики тоже зеленые красивые в общем теперь у меня два растения спасала одно и если честно у меня не было надежд что она получится потому что бывают такие растения но которые вот совсем зачихают не не твое растение и она сразу погибает и так какие стимуляторы удобрения я использовала первую очередь мы используем те удобрения которые помогают стимулировать рост корневой системы это у нас pro roots одно из моих любимых одно из моих лучших но оно дорогое его надо кстати немного две капельки на 1 литр воды можно 4 капельки обычно при больном растении добавляют 4 капельки на литр воды и можно монокалий фосфат с монокалием фосфат довольно сложная такая проблема если растение болеет она не сразу всасывает все питательные вещества поэтому надо выбрать такие удобрения которые поможет еще больное растение лучше усваивать питательные вещества так для корней pro roots и монокалий фосфат далее когда корни у нас выросли их видно много хорошо мы начинаем стимулировать листовую массу лучше всего это делать конечно большим содержанием азота и лучше всего вот помогает цветовид 3 миллилитра на 1 литр воды через полив как через полив я чередовала гуми кузнецова и цветовид то есть сегодня цветовид на следующий полит в гуми кузнецова и так постоянно растение поливалось не часто так как корневая была небольшая раз в неделю она поливалась то есть таких удобрений было внесено достаточно мало я бы сказала ну и чтобы вообще снять стресс циркончиком поливаем и опрыскиваем циркончик можно было добавить цветовид или гуми кузнецова 4 капельки на 1 литр воды кстати отличное средство циркон можно также было добавить проруц или монокалий фосфат напомню сначала мы выращиваем корневую проруц или монокалий фосфат что-то одно из двух выбираем далее мы наращиваем зеленую массу цветовидом и гуми кузнецова ну или любым другим его гумусом который у вас есть чередуем в этой же поливы которые вы поливаете свои растения можно добавить циркон если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена